Приветствую вас. Пожалуй, начать хочется с того, что сказать, что в общем и целом я соглашусь с коллегой, которая ответила вам второй. Второй, она по существу заметила верно, но по причинам она вам вообще ничего не написала. Я вот хотел бы именно этот момент немножечко прояснить для вас, попробовать прояснить его для вас. Видите ли, первая любовь, она действительно иногда очень глубоко как бы проникает в нашу душу и не отпускает, не отпускает. Это определенно так. Но, знаете, вы же пишете что? Вы пишете, что вам снится ваша первая любовь. То есть, о чем это говорит? В первую очередь, это говорит о том, что вы нуждаетесь в любви. Вы нуждаетесь в любви, вы нуждаетесь в том, чтобы быть в отношениях. Вот я думаю, что это и является для вас ключевой потребностью. То есть, на данный момент у вас нету отношений как таковых вообще. То есть, на данный момент вы одна, на данный момент вы нуждаетесь в отношениях. И из-за того, что вы нуждаетесь в отношениях, вам вспоминается высшая любовь как источник, как средство, как возможность для того, того, чтобы получить, по сути дела, то, что вы хотите. То есть, вы не можете получить это, я имею ввиду, вы не можете получить то, что вам нужно для себя сейчас. У вас не получается по какой-то причине. И из-за этого, из-за того, что у вас не получается. Желания есть, и желания обретают форму наиболее, по вашему мнению, по вашему мнению, наиболее вероятную, для того, чтобы вот реализовать тот же его выходец. И, соответственно, решение этой ситуации, можно выделить несколько решений, векторов направления. Можно выделить несколько. Первое, это, собственно, попробовать наладить вашу личную жизнь. Попробовать наладить ее, и попробовать как-то, чтобы вы получили то, в чем вы нуждаетесь. Все-таки, чтобы вы получили то, чего хотите. Это, на самом деле, не так сложно. Это, на самом деле, не так невозможно. Потому что, если вы определитесь для себя с этим, если вы проанализируете свое поведение, если вы будете действовать вот в таком ключе, то есть в ключе, ну как, в ключе поиска, поиска себя, поиска партнера для личной жизни и так далее, если вы будете действовать в этом ключе, то тогда у вас будут реализовываться желания ваших, и соль будет, ну, по сути дела, как бы, отходить на задний план. То есть для него не будет оснований для сна. Не будет оснований. Вам, ну, для вас появляться вам. Сна не будет этого оснований. Вот. Это первый момент. Так, второй момент. Заключается в том, чтобы вы завершили для себя те отношения, которые у вас есть. Ну, то есть, постарались найти, например, молодого человека, с которым у вас явно произошла не самая такая, знаете, не самая легкая, не самая легкая разлука, не самое легкое расставание, там, и так далее. Вот вам это нужно сделать. Вы с ним увидитесь, вы с ним пообщаетесь немножечко, вы увидите, что по большому счету человек это уже совсем другой, человек это уже совсем не тот, которого вы себе представляли, да, которого вы ожидали увидеть. и как бы завершите для себя это, и сможете уже взаимодействовать нормально собственно с другими мужчинами. То есть, сможете реализовываться уже с другими мужчинами. Вот это вот вам и нужно для себя понять. Это вам и нужно сделать на самом дефициде. Ну, а какой вариант вы выберете для себя? Какие варианты вы выберете для себя? Что вы решите делать, как вы решите поступать? Это уже исключительно ваш выбор. То есть, тут вот как вы решите, так собственно все и будет. Решите действовать определенным образом, будете действовать определенным образом, решите завершить отношения с молодым человеком, будете завершать отношения с ним, решите выстраивать новые отношения с другими людьми, будете это делать. Но нужно определить, что именно вы хотите для себя. Это основное. Это прямо вот то, что нужно. То есть как-то, по сути дела, как-то дать вашим желаниям выход, дать им выход, дать им возможности реализоваться, дать им возможности как бы удовлетворяться. Вот это то, что вам нужно сделать. Это то, что необходимо. Как раз таки. Ну а дальше это только дело результата. То есть дело техники, дело времени, дело упорства и направленности на то, чтобы добиться того, чего вы хотите. Вот. На этом, я думаю, можно закончить ответ на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.